Ты работаешь в полупустом НИИ в старом советском здании Из шести этажей заселены только два И то три с половиной старика, которые там работают, куда-то исчезают уже в три часа дня Ты наоборот, любишь засиживаться допоздна Как-то раз ты зашел в конец коридора у себя на этаже И увидел двери, запечатанные в 1987 году Рабочие задания тебе выдает каждый раз странный дед, которого никто не знает по имени Пытаешься проследить, откуда он приходит Каждый раз он возвращается в комнату без окон и других дверей После чего бесследно исчезает Никто не знает, чем они здесь занимаются И даже не удивляются этому А на вопросы отвечают Ты не поймешь Пришел приказ о назначении тебя завлава Приходишь с ним к твоему завлаву Сухому деду лет семидесяти Даешь, думаешь, будет злиться, орать Вместо этого он грустно посмотрел на тебя И голосом полным облегчения произнес Наконец-то, свобода, после долгих лет, покой души И в ту же секунду дед рассыпается в пыль Решил посмотреть, что находится на шестом этаже Поднимаешься Все в пыли Нет света Двери Опечатаны С семидесятого года Откуда-то отчетливо слышны разговоры Зинаиды Михайловны из бухгалтерии И Сан Саныча, который пришел получать зарплату Зинаида Петровна умерла еще до развала СССР А Сан Саныч спился еще во времена Олимпиады в Москве Который день слышишь, как над тобой кто-то шумит Двигает мебель, разговаривает Решаешь пойти наверх и разобраться Понимаешь, что твой кабинет на последнем этаже Но лестница наверх почему-то есть Поднимаешься на этаж выше Он не только существует Но и в щель между пролетами Видно много этажей сверху Дверь закрыта на амбарный замок Опечатана постановлением отдела КГБ СССР 1959 год Возвращаешься на рабочее место Пытаешься сказать об этом коллегам Шипят на тебя и говорят, что об этом даже вспоминать нельзя Не то что обсуждать вслух Заметил, что у Василия Павловича вертикальные зрачки Ты никогда не видел своих начальников Гугл ничего не знает об этом НИИ Как и библиотека, кадастр и архив Решаешь вскрыть запечатанный кабинет Он выглядит так, будто работники ушли только вчера Даже личные вещи на месте на доске почета Видишь своих сослуживцев Тех немногих, которых ты вообще видел Подпись под фото Воркута 1927 год Объект С Твои сослуживцы выглядят на фото так же, как и вчера в курилке Слышишь чужие голоса в конце длинного коричневого садеповского темного Ведь лампы разбиты и свисают коридором Идешь туда Приходишь в конец Голоса пропали Возвращаешься обратно Слышишь голоса коллег Они обсуждают, как Саня из третьего отдела Пропал два месяца назад Саня из третьего отдела Это ты Пытаешься окликнуть их Один из них замирает и говорит Слышал, как будто в том конце коридора Разговаривает кто-то Да забей Это проектировка такая Постоянно кажется, что кто-то там бугнит На следующий день решил разобраться, сколько же этажей в твоем НИИ Снаружи насчитал 12 Во время обеда поднялся со своего 9-го по лестнице на закрытый 13-й Лестница все еще идет наверх Поднимаешься 14-й, 15-й, 16-й С каждым этажом здания выглядит все более мрачным и нечеловеческим На указателях поэтажных стали появляться несуществующие в твоем НИИ отделы После 20-го этажа на указателях появился непонятный набор букв После 25-го появились указатели на несуществующем алфавите В глубине сознания вспомнил, что видел такой же в старой книге о старых богах После 30-го этажа за окнами появился густой серый туман После 35-го таблички с указанием этажей стали показывать случайные цифры Вроде 540, 999, 1298 Лестница все не кончается К тебе подходит молодой сотрудник Просит закурить Даешь ему Он удивляется необычной сигарете, но курит Благодарит И уходит в темный коридор Возвращаешься в свой кабинет На стене висит стен газета На ней фотография сотрудника Надпись Товарищ Иван Сельмахов Героически погиб Спасая сотрудников НИИ при пожаре Год газеты 1949 Вспоминаешь, что из темного коридора всегда пахло чем-то леным Ловишь себя на мысли, что ты работаешь третий месяц И третий месяц за окнами Густой серый туман Такой густой, что едва-едва видно улицу И то на первых этажах Понимаешь, что с постоянными переработками Ты предпочитал ночевать на рабочем месте, а не ходить домой Пытаешься вспомнить, когда последний раз был дома Понимаешь, что с момента трудоустройства не покидал корпус НИИ Дождавшись конца рабочего дня, решаешь поехать домой Спускаешься на лифте на первый этаж Лифт приезжает на твой этаж с кабинетом Решаешь спуститься по лестнице Спустился на двенадцать этажей Оказался в подвале После второго этажа сразу идет подвал Поднялся на второй, спустился вниз Теперь вместо подвала там минус первый этаж Такой же, как второй Те же кабинеты, черные коридоры И серый туман за окном Спускаешься вниз Спустился на минус девятый этаж Тот же черный коридор Те же окна с серым туманом Те же стен газеты за тридцать шестой год С которых на тебя не мигающими глазами смотрят покойники Кажется, что они провожают тебя глазами Поднимаешься к себе Спрашиваешь единственного оставшегося коллегу Как спуститься на первый этаж Он смотрит на тебя грустно Вздыхает и выходит в коридор из кабинета Бежишь за ним А в коридоре его уже нет Субтитры сделал DimaTorzok